В Саратовской области упали темпы производства сельхозпродукции. Спад зафиксирован в сфере животноводства. По сравнению с прошлым годом показатели ниже на несколько процентов. Проблему обсудили на заседании областного правительства. Не грозит ли жителям региона дефицит мяса, выяснила Елена Губенкова. В этом году владельцы животноводческих ферм и предприятий подкачали. Сегодня производство на спаде. Мясо, молока и яиц произвели чуть больше 90% от уровня прошлого года. Зато область в лидерах ПФО по уборке урожая. На счету аграриев уже свыше 2 миллионов тонн зерна. Правда, пока продают прошлогодний урожай. Время реализации нового зерна еще не настало. Сейчас в основном на хранение. Контракты и фьючерсы готовятся. В основном многие сельхозтоваропроизводители все-таки выдерживают конъюнктуры рынка. Никто не старается продавать, потому что идет снижение цены. Производители сейчас замерли. Урожай собирают, но реализовать пока не собираются. Ждут осени. Тогда станет ясно, сколько намолотили регионы-лидеры. Они и будут задавать цены остальным. Почти 10 миллионов тонн намолачивает Краснодар, почти 8 миллионов намолачивает Ставрополь. Они задают тренд ценовой политики. Поэтому они сегодня являются в этой части более передовыми, потому что под боком у них есть порты, куда они могут отгружать. Но в части сегодня средней полосы, куда мы относимся, пока ценовой политики нет. Скорее всего, цены будут не ниже уровня прошлого года. А потому с зерновыми проблем быть не должно. А вот с отрасли животноводства нужно срочно что-то решать, предписывают чиновники. К концу 2014-го показатели должны вырасти и быть такими же, как в прошлом году. Но эта программа минимум. Профильным чиновникам предстоит поработать и вывести темпы производства на превышение показателей. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.